Новости нашего региона. Воронежстат подсчитал, что зарплаты воронежцев выросли, но доходы при этом почему-то упали. В парадоксах и противоречиях экономики и рынка труда разбиралась наша съемочная группа. Среднемесячная номинальная заработная плата работников региона в январе-июне 2019 года достигла 32,5 тысяч рублей. Ее реальный размер, рассчитанный с учетом сводного индекса потребительских цен, увеличился на 1,3% к уровню соответствующего периода 2018 года, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. Однако реальные денежные доходы, которые представляют собой номинальные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, в первом полугодии в сравнении с 2018 годом уменьшились на 2,6%. Как изменилась за прошлый год ваша заработная плата или доходы в целом? Такой вопрос мы задали воронежцам. Недавно увеличились на 4,6%. Единственное, конечно, цены на продукты увеличиваются, ну, заметно, да, за прошлый год. Но в целом, ну, в принципе, для меня нормально. Да нет, практически они остались прежние. Естественно, все выросло. И ЖКХ выросли, продукты подорожили. А немножко все дорожает, вот, естественно. Уже сколько лет так происходит. Нет, они никак не изменились, остались на прежнем уровне. И, ну, никак не изменились. Расходы увеличились, особенно мусорная реформа, которая в последнее время появилась у нас. Страхование жиле, которое в дальнейшем может появиться у нас, она увеличивается. Все растет, цены растут. Они уменьшились. Соотношение заработной платы, соответственно, как бы к прожиточному минимуму, к тому, что мы тратим. Вот, то есть разница достаточно сократилась. То есть, если раньше мы могли, допустим, ну, так вот, гипотетически, 10 тысяч у нас останется, да, мы понимали, что сейчас остается тысяч шесть. Вот зарплаты, минус коммуналка, двое детей, как бы, да, и вот, как-то так. Номинальные 32 500 рублей среднего заработка воронежцев воспринимается скептически. По экспертным оценкам, модальная зарплата в регионе, то есть та, которая получает подавляющее число работников, ненамного превышает 20 тысяч рублей. Не добавляет оптимизма и рост цен. По данным Воронежстата, потребительские расходы, а это расходы населения на покупку товаров и оплату услуг, в первом полугодии 2019 года увеличились на 6,7%, значительно опережая мизерный рост номинальных зарплат. Вячеслав Запорожец, Дмитрий Хлебный, 41 канал.